Затем Том встал и повернул к лордам своё счастливое лицо. Have you heard it? Вы слышали это? I shall not die. Я не умру. The king has said it. Король сказал это. There was silence. Наступила тишина. Everybody bowed. Все кланялись. But nobody said a word. Но никто не говорил ни слова. Tom turned to the king and said... Том повернулся к королю и сказал... May I go now? Могу я теперь идти? Oh, yes, said the king. А, да, сказал король. You may go, if you wish. Ты можешь идти, если хочешь. But where do you want to go? Но куда ты хочешь пойти? I want to go home, your majesty. Я хочу пойти домой, ваше величество. Tom answered, ответил Том. I want to go back to awful court. Я хочу вернуться в двор отбросов. I was born there. Я там родился. My mother and my sisters live there. Моя мама и мои сестры живут там. Please, sir, may I go there? Пожалуйста, сэр. Можно мне туда пойти? Again, there was silence for a moment. И снова на мгновение наступила тишина. The king's face was sad. Лицо короля было грустным. Затем он сказал с некой надеждой в голосе. Perhaps he is mad upon this matter only. Возможно, он сумасшедший только в этом вопросе. Let's make trial. Давайте его испытаем. Then we shall see. И тогда мы увидим. The king asked Tom a question in Latin. Король задал Тому вопрос на латинском языке. And Tom answered him in the same language. И Том ответил ему на том же самом языке. The king was very much pleased. Король был очень доволен. And continued to examine Tom. И продолжил опрашивать Тома. He asked him a question in French. Он задал ему вопрос на французском. Tom stood silent for a moment. Том тихо постоял минуту. Then said. А затем сказал. I'm sorry, sir. Мне жаль, сэр. But I don't understand this language. Но я не понимаю этот язык. The king fell back upon his sofa. Король упал обратно на диван. He was sad and worried. Он был печальным и обеспокоенным. It's nothing, child, he said. Это пустяк, дитя, сказал он. Come here and put your poor head upon your father's heart. Иди сюда и приложи свою бедную головушку к сердцу своего отца. Be at peace. Успокойся. You will soon be well. Скоро ты будешь здоров. I tell you. Я говорю тебе. You will be well again. Ты снова будешь здоров. Then the king turned to his lords. Затем король обратился к своим лордам. Listen, all of you. Слушайте, все вы. My son is mad. Мой сын сумасшедший. That is true. Это правда. But it will not be for long. Но это не будет долго длиться. He has studied too much. Он слишком много учился. That is why he became mad. И поэтому сошел с ума. So, no books and no teachers for him. Поэтому никаких книг и никаких учителей для него. Now, сейчас. Let him rest. Пусть отдохнет. Let him go in for sports. Пусть займется спортом. Let him have a good time. Пусть хорошо проводит время. He raised himself a little higher and continued. Он приподнялся немного выше и продолжил. Those who will talk about his illness are the enemies of England. А те, кто будут говорить о его болезни, это враги Англии. They will die. Они умрут. Remember it. Помните об этом. Mad or no mad, he is the prince of Wales. Сумасшедший или не сумасшедший. Он принц Уэльский. And soon he will be the king of England. И вскоре он будет королем Англии. Затем король повернулся к Тому и сказал. Kiss me, my dear son. Поцелуй меня, мой дорогой сын. And don't be afraid of anything. И ничего не бойся. I am your loving father. Я твой любящий отец. And I want you to be happy. Я хочу, чтобы ты был счастлив. The old man was tired. Старик устал. Dear son, he said. Дорогой сын, сказал он. Go with your uncle, Lord Hetford. Отправляйся со своим дядей, Lord Hetford. To your apartment. В свои покои. Let him come back to me later. Пусть он вернется ко мне позже. I want to talk to him. Я хочу с ним поговорить. Now I want to rest a little. А теперь я хочу немного отдохнуть.